Здравствуйте, уважаемые пчеловоды, любители пчеловодства, гости канала. Весна, скоро начало работ на пасеке. Я занимаюсь тем, что делаю шестирамочники. Что это такое и для чего это нужно, я попытаюсь объяснить и продемонстрировать, как легко это сделать. Использую я вот такой пенополистирол, обычный из магазина, любого строительного. 50% сетчатого дна я использую. Сетка обычная, над деревянным каркасом, но вы можете делать как угодно. Такой пенополистирол. То есть все четверти я выбираю на циркулярке. Ничего сложного нет, имея циркулярку обычную, можно все это сделать легко и быстро. Такие шестирамочники я использую для формирования отводков даже с одной рамки печатного расплода и пчел на них сидящих. Это что значит? То есть, отобрав от семьи, от которой вам необходимо взять расплод, одну рамку печатного расплода и пчел, вы можете сформировать отводок в таком шестирамочнике и развить ее до осени в семейку небольшую и она успешно перезимует. Все проверено. Ну, теперь я продемонстрирую вам, как я это все делаю. Нам нужны заготовки. Вот такой вкладыш я использую. Без вкладыша вероятности, что ли только пчелы будут разгрызать. Ну, а с вкладышем все в порядке. Нам нужен, нам нужен вот такой вот такая пена или пенопистолетом или обычной пены, если у вас нет. И начинаем процесс сборки. Мы наносим пену по контуру четверти. Это дно, напоминаю. Берем заготовку по боковой стенке. Также наносим пену. Я работаю в обычном режиме, как я делаю всегда. Берем вторую боковушку. Также наносим пену. Также в сторону. Дальше мы берем заднюю часть. Заднюю стенку. Наносим пену с трех сторон. Так как верхний четверть у нас является четвертью для рамок. Далее нам нужно все это дело совместить. Ветер мешает эту нагнету, потому что материал легкий. Делаем так. Затем берем заднюю стенку. И еще одну боковушку. Вот так. Я напоминаю, что здесь четверть под рамки. Так. У нас получилось вот такое изделие. Не хватает передней стенки. Мы также наносим сюда пену. Сюда. Сюда. И на нижнюю часть. Она без четверти. Почему? Сейчас будет понятно. Берем. Наносим сюда пену. Берем вкладыш летковый. Центрируем его приблизительно. Наносим также пену. Берем нашу часть переднюю и аккуратно все склеиваем. Вот уже практически готовые изделия. Можно использовать скотч бумажный для скрепления на время, пока пена не застынет. Можно не использовать. Можно и так. То есть у вас есть время, чтобы подкорректировать все, чтобы все приклеилось в черт. Я использую скотч. Мне нужно сделать, чтобы потом мне не возвращаться. Я отставляю в сторону. Досохшую пену потом убираем. Механическим по путем все получается крепко. Не нужны никакие вам клеи. Это дорого. Расход большой. Клей специализированный. Дорого стоит. Так. Центрируем вкладыш. Относительно стенки. Можно пену убрать сейчас вот так. Можно и не убирать. То есть вот что получилось. Быстро. Ну здесь будет, конечно, вот такая крыша. Она у меня готова уже есть. То есть тут тоже самое. Четверти, четверти и все одинаково. То есть вот такая крыша нахлобучкой сделана, чтобы ветер не задувал и пчелам было комфортно. Вот такие ульи меня вполне устраивают для развития отводков с дальнейшим их последующим пересадкой. Деревянные ульи. То есть здесь он развивается. Здесь комфортно выращивать расплод. Создавая все необходимые условия. Еще раз напоминаю. С одной рамки печатного расплода вы можете получить к концу сезона как минимум большой отводок такой. На шесть рамок. И на следующий год уже это будет полноценная семья. Либо можете с одной рамки расплода сформировать пчелопакет и успешно его продать. Вот такой видео обзор. Такие я делаю шести рамочники. Думаю все понятно. Всего вам доброго. И до новых видео.